Здравствуйте, уважаемые студенты, рад вас приветствовать. Садитесь, пожалуйста. Так я и не узнал имена тех трех людей, которые пришли без опоздания, но я прошу в следующем уже семестре, когда снова начнутся лекции, но вы, пожалуйста, все-таки не опаздывайте. Мне очень хочется начинать вовремя, не сильно затягивать. Спасибо тем, кто меня не подводит. Мы с вами сегодня обсуждаем тему тестирования. Тестирование программного обеспечивания, тестирование программ. Еще называют тестирование, английское название, quality control или контроль качества. Но по-русски обычно говорят, а, тестирование. Давайте я именно напишу этот английский вариант, quality, более говорящий на самом деле, control. Во-первых, почему это необходимо? Давайте немножечко поболтаем про обратную связь. Есть теория систем, насколько я знаю, я не изучал. В ней изучается вопрос, связанный с обратной связью. Когда делают какие-то системы роботов с автоматизированным управлением, у них есть датчики, и наличие обратной связи критически необходимо, потому что, ну иначе просто система не будет устойчива, она не будет, нет датчиков, робот падает в пропасть. Вот, корабль не попадает в пункт назначения. Ракета вылетает мимо Марса. Обратная связь необходима. Да, есть некое действие, да, необходимо получать обратную связь. При разработке программного обеспечения тоже необходима обратная связь. Так вот, обратная связь бывает положительная, положительная и отрицательная. Какая обратная связь бывает у программистов? Ну, от кого, для кого они делают программу? Ну, естественно, для пользователей. Какая положительная обратная связь? Какая положительная обратная связь от пользователей? Я сейчас, чтобы не тратить, будет что писать, я устно произнесу. Какая положительная обратная связь от пользователей? Ну, повышаются продажи, да. Да, отрицательная связь, понижаются продажи, да, меньше заинтересованность пользователей в программе, позитивная обратная связь, лайки ставят в вашей программе, ну, там, если это какой-то магазин, приложение, репозиторий, то вы получаете положительные отзывы. Но надо сказать, что для этого пользователь программы должен быть заряжен на то, чтобы вам поставить отзыв, ну, должен прям захотеть, вот. А отрицательная, соответственно, он пишет вам там гневные отзывы, дизлайки, да, но это тоже должно превысить некий порог, то есть его должно так торкнуть, что он пошел и высказался. Вот, соответственно, обратная связь как положительная, так и отрицательная от пользователей, да, я имею в виду, в смысле, это не то, что это плюсик, да, а я имею в виду вот здесь, да, и положительная, да, и отрицательная. Она приходит поздно, поздно. И тестировщик – это человек, который ускоряет обратную связь. То есть, в принципе, вы получите ту же самую обратную связь и от пользователей, но позже. Когда уже будет поздно что-то менять, когда репутация будет испорчена, уже программа, все говорят, она глючена, и она все как можно раньше. Вы скажите мне ошибку, только еще сейчас, когда можно исправить, да, вы скажите мне, что хорошо. Ну вот, тестировщик – это человек, который обеспечивает команде разработчиков в первую очередь отрицательную обратную связь, и его надо за это не возненавидеть. Значит, еще. Значит, что суть такое тестирование? Я, в принципе, про это говорил, но давайте я под запись произнесу. Значит, проверка, по сути, тестирование, да, quality control – это проверка соответствия. Два пункта. Проверка соответствия между реальным поведением программы Проверка соответствия между реальным поведением программой и чем? Ее ожидаем поведением. Это я напоминаю к тому, чтобы вы понимали, когда нет ожиданий от программы, невозможно ее проверять. Эти ожидания могут быть зафиксированы устно, желательно письменно, потому что возникает спорная конфликтная ситуация, которую нужно разрешить, даже если она очень мирная, она все равно слегка конфликтная, даже если тестировщика не проклинают. Тем не менее, желательно, чтобы ожидаемое поведение имело какую-то фиксацию. Вот, да, прошу прощения, это не все. Да, значит, но это делается, эта проверка, она делается не на пол... Вы знаете, что такое комбинаторный взрыв? Ну, это очень простая штука на самом деле. Комбинаторный взрыв – это, ну, как вы придумываете пароль, и вот вы пароль придумаете мне, пароль из одного символа. Сколько возможных паролей? Ну, сколько символов там? Ну, хорошо, 26 латинских, там, допустим, в два раза, там, 52, ну, плюс 10 цифр, ну, там, 60... Короче, немного. Смысл следующий. А возьмите два символа пароль. У вас возникает вот это число в квадрате. Ну, для простоты, там, я не знаю, возьмем там 100 возможных символов, за 100 в квадрате – 10 тысяч. А три символа возьмете, да, возникает комбинатор. Так вот, когда вы что-то тестируете, то у вас есть возможность нажать на первую кнопку, на вторую, потом на третью. На первую, на третью, на вторую. На третью, на первую, на вторую. Ну, возникают разные комбинации. И вот когда возникает, собственно, вот этих переключателей каких-то, их много, даже там на трех кнопках шесть комбинаций их нажатий. А потом, на самом деле, можно и нажимать по-разному. Можно на одной нажать, на другой отпустить. Вот, и не факт, что у вас все взлетит и заработает. А что, если во время нажатия кнопки еще и клавишу нажимать какую-нибудь? Короче, возникает очень много разных комбинаций. Комбинаторный взрыв приводит к тому, что тестируемых сценариев может быть почти бесконечно много. Поэтому есть мастерство тестировщика, которое граничит с искусством. Вот реально это уже, нет, есть и некоторая научная база, да, к этому подводится некоторая теория. Но, тем не менее, вот реально опытный тестировщик, это искусственный человек. Вот, который может вот так подобрать. Невозможно, по сути, мы говорим, что из-за комбинаторного взрыва, из-за невозможно идеальный сценарий. Ну, и, значит, и протестировать полностью невозможно. Ну, как вот протестировать? Ну, что-то где-то как-то потыкать. Так вот, фишка в том, что это делается, конечно, на конечном, а не на бесконечном, на конечном наборе тестов. Они по-английски называются словом test case. Test case. Это я немножко отступаю даже от своего определения, чтобы как-то подчеркивать. На конечном наборе тестов. И причем этот набор тестов, да, должен быть выбранным определенным образом. Ну, я тут, видите, как это, ухожу от ответа. Каким образом? Но, тем не менее, да, этот набор тестов должен быть выбран некоторым определенным образом. Поэтому, когда вы будете заниматься тестированием, тестировщики, здесь есть тестировщики? Поднимите руку, вас камера не увидит. Нет тестировщиков? Завалятся ваши проекты. О, есть один. Храни свой проект. Да будет. Короче, надо обязательно создавать эти тест-кейсы, как-то их прорабатывать. Ну, выбирать, потому что вам нужно тестировать программу не один раз, а многократно, у вас идет процесс разработки, итеративная разработка, и у вас происходит, собственно, вот эта вот сходимость программы к какому-то устойчивому уровню. Я надеюсь, что в ваших проектах разработка ведется под гитом. Ну, это уж я практически уверен. Я надеюсь, что каждый коммит у вас компилябельный. Ну, компайлабл, да. То есть его можно скомпилить, ну, или, ладно, питон, у нас же питон с вами, заинтерпретировать, чтобы оно работало без примитивных ошибок сборки. Вот. А значит, каждую версию, каждый коммит мы можем тестировать. Правильно? Мы можем брать и просматривать его, прогонять, но мы же не будем на каждый коммит прогонять, сидеть, день его тестировать. Должна быть некая четкость этой процедуры. Раз и протестировал, и тестировавший, как раз и сказал, все норм. О, не норм. Понятно? Поэтому берется функциональность, и по этой функциональности устраиваются некоторые образцовые, как сказать, образцово-показательный набор. У вас проект игрушка. Значит, нужно запустить, выставить такую-то длину, такую-то это, так отпустить. Значит, один раз выиграть, один раз проиграть, один раз что-то там еще, один раз выстрелить в самого себя, проверить, что есть дэмэдж. И у вас вот эти наборы тест-кейсов, уважаемый товарищ тестировщик, единственный, гордимся этим человеком. И у вас возникает набор вот этих самых тест-кейсов, тест-кейс один, тест-кейс, ну, я их называю здесь глупо, да, но в конечном счете, на самом деле, они должны называться там, ну, соответственно, тому, что там выиграть, проиграть, выстрелить в самого себя, проверить, что ты там проигрываешь, да, выиграть там несколько раз, перезапустить, нажать кнопку и перезапустить игру, да, посмотреть в таблицу очков, и у вас возникает набор вот этих самых тест-кейсов. Я сейчас не говорю о том, как это должно быть оформлено документально. Это может быть текстовичок, может быть бумажка, это может быть система управления проектами, в которой вы выкладываете отчеты о тестировании в электронной форме, чтобы вся ваша группа там на гитхабе, в вики, например, вики создать и там вики выкладывать, или рядышком там, не знаю, создать там под папочку в проекте, которая будет называться там тестинг, ну, она вряд ли должна жить вместе с самим проектом в одном репозитории, в вики нормально вполне место, и там отчет о тестировании такого-то коммита, отчет о тестировании такого-то, кстати, не всегда вы будете успевать, коммиты бывают очень быстро, летят, да, крылатые коммиты летят, 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 а вы протестируете каждый тем четвертый, каждый пятый, но бывают коммиты, которые помечены майлстоуном, ну, уж такие коммиты, да, в смысле, когда, не то, что коммиты помечены, там, как называется-то, тег, тегами, Ну, можно выставить в гитхабе milestone, к которому привесить issue, но это уже не к гиту самому, да, это именно гитхабовская система управления проектами фактически, да, но смысл в том, что вот у вас есть некие теги, которые можно там в гите закреплять, но уж такие какие-то милевые, как это, столбы, да, вот такие вот версии, микроверсии надо тестировать и писать некий минимальный отчет о тестировании. И вы эти тест-кейсы можете продумывать заранее, и у вас будет да, да, нет, или, например, вообще в начале, вот только программа начала создаваться, вы начинаете ее тестировать, ну, нет, 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 ничего не работает, да, потом потихонечку раз, о, второй тест-кейс стал проходить, а потом оп, так, и первый тест-кейс стал проходить, и вот программисты парятся, 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 и они никак не могут заставить игру перезапускаться, там, да, или вы там, убивая сами себя, стреляя сами в себя, там, дэмэдж не получает ваш герой, или неадекватный дэмэдж, короче, и у вас тест-кейс не проходит, да, и не проходит, они бьются, 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 бьются в процессе того, как они бьются, да, а не раз его пофиксили, что-то сломалось, а теперь, да, теперь дэмэдж получает, но зато теперь, не знаю, проиграть невозможно, или что-то еще, понимаете, то есть фишка в том, что вот здесь надо старые тест-кейсы, старые тестовые сценарии, наборы тестов, набор, ну, или набор тестов или тестовых сценариев, говоря по-русски, да, по-английски просто test case, вот, соответственно, он должен, ну, в принципе, его можно расширять, то есть вообще глобально эти тест-кейсы, особенно, когда ваша программа расширяет функциональность, то есть просто там недельный митинг, и вы говорите, о, мы хотим еще там это прикрутить, давайте это, возьмите, напишите новые тест-кейсы под новую функциональность, давайте кратенько поговорим про аспекты качества, тоже это мне на доске надо написать, поговорим про аспекты качества, я еще раз вам напоминаю очень важную вещь, ну, очень важно, чтобы программа непрерывно работала, чтобы в ГИТе лежала работающая версия, не делайте каких-то таких перестановок, что все сломалось, то есть лучше всегда от работающей к работающей, а вот эти вот разломанная версия, которую вы никак не можете собрать, ну, она вроде как, а вы, ну, начинаете к ней еще новые фичи прикручивать, вот это вот зло, нет, ну, бывают какие-то радикальные переустройства, когда вы решили, поняли, что сама архитектура вашей программы придумана не так, сами классы надо было по-другому планировать и делать, ну, бывает такое, это жестко, ошибки в архитектуре самые тяжелые, ну, как представьте, мы решили делать мост, да, и решили его делать, что называется, вот, делать мост, давайте возьмем и сделаем, а он падает, он падает, у нас эти самые бревна прогибаются, машина падает, мы тестируем ее, ну, программное обеспечение, там не будем, там это, она падает, ну, мы что начинаем делать, ну, давайте попробуем костыль сделать, давайте костыль, воткнем бревно, да, запускаем машину, да, а бревно это втыкается глубже, эти бревна ломаются, машина падает, костыль, это термин, слово костыль, это термин, ну, сленговый, но он очень широко распространен, это такая попытка починить программу, заставить ее работать типа правильно, не архитектурно правильно, а ну вот, ну, ну, лишь бы работало, то есть нам надо быстро починить, и вот мы вместо того, чтобы ногу вырастить, мы этот костыль поставим, и вот, да, ну, допустим, что называется, так, ну, давайте, ну, там, вот, ну, давайте вот так, вот такой костыль не сработал, о, тут возникают треугольники жесткости, и вроде машина не падает, да, ну, там, не знаю, а зато эти бревна начинают подмывать, они начинают гнить, и у нас происходит тот же самый крэш, да, вот, а надо было строить что? Надо было делать там треугольники жесткости как-нибудь вот так, вот, и все было бы круто. Я рассказываю про мост, да, на самом-то деле архитектурные проблемы в проектах в программном обеспечении, они дают примерно те же самые проблемы, и надо, и, естественно, одна из важнейших вещей перед началом, собственно, жесткой разработки хорошо продумать архитектуру, а для этого нужно что? Ну, хотя бы одного опытного программиста. У вас, конечно, такого нету, ведь мы с вами и задача-то что? Одна из фраз, когда я доказывал право на существование вот этого учебного курса, я вам скажу, одна из фраз, которые я сказал Карпову Владимиру Ефимовичу, я говорю, мордой в кот. Ну, вот прям вот то, что вы понюхали этого самого проблем, проблем, которые возникают при живом программировании. Пока мы не изучали алгоритмы, мы не изучали архитектуру там, языка там в глубину, ничего этого еще пока нет, не нюхали указателей, не видели, ну и что, можем программировать, но питон вам в руки, он легкий достаточно. И вот многие вещи, они всплывают, вот банально. Ладно, вернемся к аспектам качества. Как время летит страшно, ужасно. Честно, вторую бы пару нам. Либо не рассказывать вам важные вещи про сессию. Аспекты качества. Только называю. Функциональность. Первое. Если у программы нет нормальной функциональности, до свидания. Под функциональностью пригодность к использованию, правильность выполнения задачи. И, кстати, защищенность. Security. Так, надежность. А хотя, не знаю, может защищенность к нам только надежности. Под надежностью имеется в виду, во-первых, редкость. Редкость отказов. Отказоустойчивость. А что такое отказоустойчивость? Это не отсутствие отказов. А когда отказ все-таки случился, то нет такого тотального краша. И еще есть такая возможность, как восстановление после отказа. Но это сейчас, опять же, мы не будем сейчас это обсуждать. По-хорошему бы это обсудить. Есть такой механизм, называется механизм исключений. Exceptions. И по-хорошему бы надо его вам рассказывать. Но, увы, друзья, к сожалению, нет. К сожалению, я не могу уже это сделать. Я надеюсь, может быть к следующим версиям этого учебного курса. Но я вам кратко скажу, что для повышения надежности вам необходимо разобраться будет с темой перехватывания exceptions. Ссылка есть, если что, вы нагуглите, сами найдете в нужный момент. Практичность. Под практичностью подразумевается понятность в использовании. Вам понятно, что куда тыкать. Юзабилити, говорят, да. Соответственно, управляемость. То есть вы можете взять, у вас, вы захотели перестать играть. У вас должна быть возможность, я сейчас на игре продолжаю, как будто ваш проект это игра. Я не знаю, какой у вас проект. Но, тем не менее, вы захотели перестать играть, вы не должны дожидаться, как конца раунда, и проклинать, когда же я наконец могу проиграть, чтобы выйти. Раз, все, вышел нормальным образом, а не только кельнуть процесс. Ну и привлекательность, как ни странно, тоже является аспектом качества, связанным с практичностью. Так, эффективность. Здесь имеется в виду эффективность по использованию процессорного времени, оперативной памяти, то есть, ну и вообще время отклика, то есть, насколько ваша программа, она вот тормозит. Ну и как она, много ли она ресурсов жрет. Потому что если она, сейчас, кстати, модно мерить эффективность программы не по тормознутости, потому что компьютеры стали быстрыми, даже смартфоны стали быстрыми, а по тому, сколько она батарейки ест. То есть она может и быстро работать, но батарейки ест так много, так быстро потребляет батарейку, что это уже, ну неэффективно, люди откажутся от вашей программы, посмотрят, а кто жрет мою батарейку, почему он садится у меня за полдня, и вышвырнут в вашу программу, и напишут вам негативные отзывы. Это тоже важный аспект. Пусть у вас бешеная функциональность, а осадочек остается. Сопровождаемость. Соппортабилити. Сопровождаемость. Без комментариев пока. И переносимость. Знаете, какой бывает хит, когда ваша программа написанная, такой гордый разработчик, я написал под винду программу, ну а он вообще не знал ничего под винду, даже слово под винду не произнесло, я написал программу, ну хорошо, давай поставим ее, а что это у вас такое, это мак, не работает, а это линукс, вообще, а что тут делать, вот, должна быть, надо знать, во-первых, о существовании других операционных систем, кроме винды, вот, ну, как минимум, вы сейчас знаете, что там есть Android, да, там iOS, и нужно подумать, а где вы вообще собираетесь пользоваться, только компьютер или еще и смартфон, а если смартфон, то какой, и об этом стоит думать, то есть, если есть задача разработки ПО, нужно об этом обязательно думать, о переносимости, и это может привнести, вообще переработать архитектурное решение, очень многое зависит от цели, вот даже когда я разрабатываю учебный курс, вот я, скорее же, не программист, я ведь скорее преподаватель, вот я занимаюсь созданием учебного курса, я всегда, в первую очередь, выясняю две вещи, цель и целевая аудитория, если этого не знать, можно не начинать, получится фигня, понимаете, очень важно, что вот я знаю, кто вы такие, очень хорошо знаю, кто вы, да, бывшие отличники, школьники, которые пробились на физтех, очень круто сдали ЕГЭ, но, вероятно, информатику сильно не шарите, но зато у вас классная подготовка по пониматике, вам можно давать достаточно быстро, разговаривать очень, это самое, взрослым языком, значит, в то же время, цель какая, ну, цель, поставленная мне, да, мягко ввести вас в разработку, но в то же время, именно в практическую, чтобы вы почувствовали, как качественно писать программный код, я надеюсь, что это цель, мы ее оценим на сдаче проектов, преподаватели будут собираться, и у вас это самое, спрашивать, выяснять, и вот будет некоторый уровень фиксации, понимание того, насколько, в принципе, цель достигнута, ну, и вы сами можете тоже подумать, ладно, короче, аспекты я проговорил, вопрос следующий, а как нам по масштабу тестирования распределить, вот оно бывает, ну, я сейчас вот три масштаба тестирования вам произнесу, масштабы тестирования, масштабы тестирования, вот первое называется модульное тестирование, это самый мелкий масштаб, оно еще называется по-английски, это очень важно знать, как оно называется по-английски, называется юнит тестинг, юнит тестинг, модульное тестирование, его часто пишут слитно, и даже короче еще, юнит тест, но изначально юнит тестинг, второе, интеграционное тестирование, и третье, системное, это не значит, что это операционная система касается, имеется в виду, следующее, у вас система ваша, программное обеспечение ваше, оно состоит из модулей, ну, если вы нормально его спроектировали, оно состоит из модулей, то есть представьте себе, что у вас есть человечек, да, вот, у вас есть человечек, ну, робот, да, и вы этого, соответственно, человечка, для того, чтобы его нормально запрогать, вы что сделали? Вы сделали его декомпозицию, у вас есть, там, ноги, да, причем в этот, в пакет ноги, это самое, входит одна нога, вторая нога, бедро, как называется, таз условный, да, есть туловка, рука, я сейчас делаю декомпозицию, да, то есть я просто разрезаю обратно на модули, чтобы были модули видны, так вот, когда у вас происходит модульное тестирование, то это значит, что вам надо протестировать отдельный модуль, сам по себе, даже если всей остальной системы не существует как таковой, понимаете, даже если вот просто вот всего этого вообще еще программисты не написали, тем не менее, есть возможность протестировать модуль сам по себе, отдельно, что для этого необходимо сделать, что для этого необходимо сделать, очевидно, необходимо сделать интерфей, тестирование интерфейса модуля, то есть нам принципиально важно, что вот у меня есть лапище, этого робота условная, которая типа должна работать, у нее есть интерфейс взаимодействия, я могу вызвать эти функции, получить из них какие-то результаты, могу вызвать функции с такими параметрами, с другими параметрами, на каждый вид параметров свои результаты, для этого я делаю что? Я ставлю сюда тестирующий аппарат, который вместо тела, у которой умеет поддерживать вот этот интерфейс, только вместо того, чтобы идти, или что еще должен этот условный, ваш программное обеспечение, этот условный робот делать, вместо этого вот этот аппарат берет и прогоняет набор тест-кейсов, то есть он ваши функции, которые в этом модуле, он берет и их тестирует. Я, в принципе, когда говорил, показывал док-тест, вы это в какой-то степени видели, только не прописывали сами, оно само так, раз, 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 то есть мы писали в документации, типа, а что мы, я с чем я вызываю, что я ожидаю, и библиотека док-тест питоновская, она это делала очень в легкой, приятной форме, делала. Но такого тестирования по типу док-теста иногда бывает недостаточно. Это хорошо, пользуйтесь хотя бы им, оно помогает, это не сложно им воспользоваться, пользуйтесь хотя бы им. Вот. Ну и соответственно, когда вы знаете, что ваша компонента, ваш модуль работает, то вы с уверенностью собираете этого робота и надеетесь, что он пойдет. Какие проблемы вас ждут? Проблемы могут возникнуть, как это ни странно, вот здесь. То есть у вас протестирована рука, у вас протестирована, допустим, туловка, хотя туловище тестировать будет сложно. Иногда бывают такие компоненты в программе, которые сложно проверить, чтобы проверить туловище со всеми интерфейсами взаимодействия. То есть у него много интерфейсов взаимодействия, да, и получается, что мне придется, чтобы туловище тестировать, мне нужно к нему что? Со всех сторон обтыкать вот такими туловищами, как сказать, рукозаменитель, ногозаменитель, головозаменитель, то есть модульный, тестирующая штука, это тестирующая по принципу модульного тестирования, она должна его охватить со всех сторон. Бывает, что не удается охватить тестами весь проект целиком. Это, опять же, не криминал. Не надо думать, о, я стараюсь, значит, нечего тестировать. Ребята, есть какая-то критичная функциональность, которую обязательно нужно покрыть тестами, и вот прямо она действительно требуется. Вот это, вот если это рухнет, то все. Если там, не знаю, робот рукой не сможет хватать, то вообще не нужен нам этот робот. Если нога, в принципе, не сможет сгибаться, то до свидания. Понимаете, вот надо уметь так делать, чтобы у вас модуль не, как сказать, критичные вещи были протестированы. Так вот, фишка в том, что это модульное тестирование можно делать руками, но его клево автоматизировать. Вот именно его очень хорошо автоматизировать, и я постараюсь сейчас показать вам как. Значит, дальше, кроме док-теста. Значит, интеграционное тестирование, оно тестирует именно вот эти, я другим цветом сделал, именно взаимодействие, то есть оно про вот это. Если модульное тестирование это про, ну вот, собственно, вот это, да, то есть вот оно, модульное тестирование, да, мы тестируем, по сути, функциональность руки, модуля самого по себе. А системное тестирование, ну, системное тестирование, это уже тестирование всей системы целиком, да, то есть мы, что называется, но, но мы можем вместо того, чтобы сажать тестировщика, ну, в смысле, чтобы тестировщик делал системное тестирование на каждый коммит, вместо этого мы можем что? сделать, как называется, кликалку, ну, есть разные способы имитировать клики пользователя, имитировать его поведение и запрограммировать события от пользователя, чтобы ваша программа, она тестировалась автоматически, да, у нее графический пользовательский интерфейс, да пофигу. Или это ваша программа, там, она через сайт работает, да, и через браузер отображается, пользователь там кликает. Вы думаете, что это нельзя автоматизировать это тестирование? Можно. Вплоть до того, что существуют такие системы для автоматизации тестирования, в которых вы просто говорите, записывай система, записывай, что я буду делать. Она записывает геометрию ваших кликов, ну, по отношению к окну, где окошко открылось в вашей программе, геометрию и время, когда вы это делаете. И вы дальше вместо того, чтобы кликать сами, запускаете этот скрипт, и оно, и оно, это дело кликает. Можно там, не знаю, запустить прокликивание там быстрее, да. Я сейчас, к сожалению, я видел, как это дело делается, я не интересуюсь таким тестированием, но легко нагуглить. Я думаю, вы найдете, если захотите, такую систему, вы ее найдете. Это прикольно. Вот. Но можно вот и системное тестирование тоже автоматизировать. Автоматизация тестирования – это суперклассная вещь. Она позволяет осуществлять регулярное тестирование и еще ускорить обратную связь. То есть вы сможете тестировать, там, раз в какой-то milestone, не раз, когда вы там затегировали, там, очередная микроверсия, там, раз в неделю вы ее, ты ходите, неделю тестируете, а вы каждый день просто раз ты закоммитил, и тебе автоматически, автоматически интеграционный сервер запускает тестирующую процедуру, но это нужно настроить, это нужно тестировщик сесть, запариться, наладить continuous integration, непрерывную интеграционную сборку. Вот. И на ней осуществляется тестирование автоматически. И программист так закоммитил, через 5 минут ему приходит статус – failed. Все, у вас репозиторий поломатый. Понимаете? В результате все, просто заходя в репозиторию, видят такой надпись – failed. Или там у вас successful, да, successful. Прошли все тесты. Ну что же, значит, если я не ошибаюсь… А, так это про другое. Ну, короче, есть такая вещь, как даже разработка через тестирование. Я не уверен, что это прям то, что сейчас сильно надо обсудить, но вот кратко давайте проговорим, тут я историю даже написал. Модульное тестирование – это старая идея, вот, но особенные последние 20 лет, она в связи с развитием методик экстремального программирования, в которую вы, в принципе, погружаетесь опытом своим, вот, она особенно большое приобрело, когда даже нет возможности нанять тестировщика. Но тогда программисты часто они вот вынуждены это делать. Вот. Ну вот, видите, оно упоминается в «Мифическом человеком месяце» Фредерика Брукса и так далее. Пропускаем. Цикл разработки – это не значит, что вы должны так разрабатывать. Просто чтобы вы знали, что существует даже такой метод разработки. Когда сама разработка, само развитие дизайна, оно происходит с памятью о тестировании, о контроле качества. Вот есть такая методика, называется ТДД. У нее есть много разных модификаций, мы ее сейчас не будем. Тест, тесте, драйвинг, девелопмент. Значит, тра-та-та-та-там. Создаем тесты и заготовку программного кода. То есть фишка в том, что тесты изготавливаются в первую очередь. Создаются некоторое… Ну, например, стоит задача реализовать сортировку списка. И вместо того, чтобы сразу броситься в бой, создадим модульные тесты. Благодаря этому сразу продумываем спецификацию функции, фиксируя ее в наборе тестов. Услышьте еще раз. Мы не пишем сортировку. Ну, задача сортировать список. Но мы не бросаемся его сортировать. Вместо этого создаем модульные тесты. Ну, и вот тут вот наборчик. Сейчас он у меня скопирован. Давайте его откроем. Ну, вот здесь что я вижу? Ну, я сейчас не пользуюсь никаким тестирующим фреймворком. Просто для восприятия простоты идеи модульного тестирования. Вот если я успею, я вам успею показать хотя бы свою презентажку, там, PDF-очка. Вы сможете ее из репозитория с лекциями просмотреть. Поэтому я не буду… Ну, слава богу, материал будет. Вы сможете посмотреть на это дело. Я, по крайней мере, отсылочку к нему дам. Но, конечно, тестирование надо делать через тестовый фреймворк. Но сейчас для простоты восприятия. Итак, смотрите, да. Я пишу, вот начался тест первый. Тест первый, да. В нем первый тест-кейс начался. Значит, я дальше беру некий массив, ну, список, который я собираюсь сортировать. Я его выписываю в сортированном варианте, да, создаю. Запускаю сортирующий алгоритм, который должен сортировать список на месте, то есть сам его по ссылке сортировать. А потом я проверяю. Пест равно А равно-равно Асорт. Ну, я мог бы тут скобки взять, вот это выражение взять в скобки, но из-за того, что приоритет операции позволяет не брать скобки, ну, я не стал этого делать. Ну, понятна суть, да. То есть я сравниваю, а булевский результат true-false я записываю сюда. Ну, и я печатаю. Здесь я пользуюсь тернарным оператором if-else. Соответственно, возвращаю окей, если пест, а иначе фейл. Такая компактная форма, чтобы это просто коротко записывалось. Понятно? Понятная идея, да? Ну, вопросов нет к тому, как мой тест-кейс организован. Соответственно, тест-кейс номер два. Пустой список. Пустой список отсортированный. Ну, надо проверить. Дело вот в чем. Я пытаюсь продумать про то, на какие грабли я могу наступить заранее, а уже потом буду программировать. То есть фишка в том, одна из проблем. Я вам рассказывал, когда я говорил, почему не может программист быть тестировщиком. Потому что он уже знает, где лежат грабли. Он будет старательно обходить. Он на них не будет наступать. Этого можно избежать, если вы вначале автоматизируете модульное тестирование. Вы заранее прописали тестирование автоматическое, а только потом пишете тот программный код, который тестируется. Понимаете? И тогда вам, во-первых, не жалко будущий программный код, и вы реально пропишите все варианты дурацкого ввода, дурацких параметров, которые можно туда впихнуть. В частности, пустой массив. А ну давай отсортируй мне пустой массив. Ну, а вдруг она заглючит, упадет. Или вернет там что-нибудь не то. Ну и, соответственно, я спрашиваю, равны ли они, не равны ли они. Ну и там что еще. А, и еще тупой вариант. А давайте дадим уже отсортированный список. И глянем, что вернется. Ну так, просто проверить. Ну и, соответственно, вопрос вот в чем. А как это дело заработает? Ну, естественно, что вот после того, как я написал тесты, хорошо бы что-то тут сюда сунуть. Взять и вот у меня сорт алгоритм, да, тут есть некий, а я его не прописал. Поэтому, понятное дело, что попытка запустить этот самый тестинг, тестинг, как он, господи, сорт тестинг, сорт тест 1, да, она приведет к чему? Что он мне скажет? Sorry, нет сортирующего алгоритма. То есть запуск после того, как я написал модульный тест, и, возможно, только после того, как я напишу некую заглушку хотя бы, да, сорт алгоритм. Да, ну, на самом деле, я сейчас могу, у меня там есть несколько алгоритмов, которые я могу запускать, поэтому я могу эту заглушку на самом деле импортировать from sort, ой, я не помню, как он назывался, сейчас я посмотрю, sort function 1. Sort function 1. Ну, вот, чтобы вы видели, эй, чтобы вы видели, что там, я покажу. Вот, а вот там вот такой вот. А, ну, там запускается тест-сорт, ну, я удалю там запуск тест-сорта. Пустой вообще, пустышка, ничего не делает, ничего не делает. Вот, ну, и давайте запустим, собственно, тестирование. Что я вижу? Ну, во-первых, я вижу fail, ок, ок. Возникает странное ощущение. То есть есть такой принцип о переезжающем тестировании. Вы пишете тесты, потом вы пишете заглушку и прогоняете ваши тесты. И должна быть обязательно красная линия. Ваши тесты не должны пройти. Сейчас это не очевидно. То есть мои тесты написаны плохо в том смысле, что здесь не написан большой крупный fail, что testing failed. И может возникнуть ощущение, что, ну, нормально, все, на 66% тесты пройдены. На самом деле, конечно, фигня. Значит, что? Значит, я плохо написал свои тесты модульные. Значит, мне надо их написать по-другому. Лучше сделать какой-то интегральный ответ, что, ну, тут все-таки глобальный fail. Даже если хотя бы один тест-кейс зафейлся, мне должен быть написан в итоге fail. Тест один failed. Ну, а во-вторых, мне, наверное, стоит продумать мои тест-кейсы более подробно. Да? Поэтому что я сейчас сделаю? Я перейду сюда и, соответственно, открою. У меня, ну, опять же, естественно, заготовленная. Да, у меня вторая версия моих тест-кейсов. Ну, она большая, поэтому я сейчас, пожалуй, тут закрою свою тестирующую функцию. Прекрасная. Вот. Мы давайте посмотрим на тестирование. Итак, смотрите, я разделил свое тестирование на несколько таких сборников тест-кейсов. То есть, скажем так, у меня возник какой? Test sort works in simple tasks, in simple cases. Да? То есть я тестирую, что? Что сортировка работает в простых случаях. И вот у меня есть функция, которая этим занимается. Дальше есть тест, который занимается чем? Sort algorithm stable. Стабильность тестировки. Ну, то есть есть такая вещь, как не занимается ли перестановкой уже отсортированных элементов моя сортировка. А? А, ну, это операция логического и, только она как плюс равно. То есть я в начале past сделал true, а здесь, по сути, написано past равно past and, то, что вернется оттуда. В результате у меня возникает накопление логического и, и если хотя бы один раз было здесь false, то это ложь, она как такое, вот я домножаю, логически домножаю, в итоге past окажется false. А, да, вертикальная черточка. Короче, и в итоге у меня есть summary, это то, что я хотел, чтобы у меня был глобальный либо ок, либо фейл. И ок будет только тогда, когда все тест кейсы, четыре больших тест кейса это сделают. Сами же эти тест кейсы организованы по какому у меня принципу? В них есть мелкие тест кейсы, такая иерархическая структура. И у меня, соответственно, смотрите, есть A1. Это некий, ну, вот, состояние списка до сортировки. Я здесь пробую простые кейсы, они старые тест кейсы, они все здесь. И еще, кроме этого, дополнительно еще парочка, да, дополнительных. С одним элементом, с нуля элементами, с двумя упорядоченными, переупорядоченными, с одинаковыми элементами. Ну, простые случаи. А, ну, кроме этого еще и, смотрите, list range 20, да, список от нуля до девятнадцати чисел здесь сделан, да, список на основе range. Ну, я тут взял, нагнал их и в таком питоновском стиле, что, ну, тут прям по порядку все эти вот списки я перебираю, да, для того, чтобы каждый из них протестировать. Каждый из них, да, yes, we are cheating here to shorten example. Ну, я пользуюсь встроенной сортировкой здесь, чтобы получить ответ. Значит, дальше. Я запускаю сортирующий алгоритм, да, и дальше я говорю, что я проверяю равенство каждого x и y, соответственно, из пар x и y, взятых из zip. Zip это что такое? Ну, как молния такая, которая смыкает две штучки такие, да, и вот есть такая функция, которая смыкает два списочных элемента, два итерируемых объекта, в один итерируемый объект, состоящий из кортежей пар. Это я сделал просто для того, чтобы коротко записать вот здесь вот через генератор. Не вдавайтесь в суть. Это читабельно, это понятно. А как это работает, не так уж даже сейчас и важно. Прочитать можно, что делается. Сравниваю по элементам эти списки. Соответственно, и окей пишет или фейл. Это по конкретному тест кейсу, simple cases. И, соответственно, возвращаем пест, вот эту вот булевскую перемену. Остальные организованы похожим образом. Дальше там проверка стабильности. Что там делается? Берется некий A, который имеется. Причем достаточно сложные штуки здесь делаются. То есть у меня сортируются маленькие списочки. Список, состоящий из маленьких списочков. И дальше они перемешиваются. Есть там вариант. Стандартная сортировка стабильная. Я пользуюсь ей. Это чит, конечно, делал. Но тем не менее. И дальше я проверяю, собственно, является ли этот элемент, здесь вот оператор из, тот же ли самый это список или нет. Именно по ссылке. Или они просто равны друг другу. Не переставил ли он при сортировке, мой алгоритм, два одинаковых, равных друг другу вот этих вот объектов. Ну, это такой простой способ проверить стабильность сортировки. Сейчас не вдавайтесь, я буду в следующем семестре рассказывать сортировку. Сортировки разные. И про стабильность мы тоже поговорим. Но смысл в том, что возникает дополнительно, да, универсальность сортировки. А давайте потестируем символы. Ну, сортировку символов. Делаю список из строк, содержащих один символ. А давайте посортируем флоты. А давайте посортируем списки. Ну, и для каждого разного типа я проверю универсальность. Окей. И что там еще? Скейлабилити. И я проверяю масштабируемость. На разных масштабах. Да, то есть я ее так, так. Давай сортирую 10, 100, 1000. Ну, я не знаю, сколько тут максимум. Max scale. Где у меня max scale? По умолчанию 100. Но можно max scale поставить и другой? Ну, вот, ладно. Короче. Осортируемый алгоритм. Вот он по-прежнему, да? Так, окей. Короче. Фишка в том, что вот я запускаю теперь свое тестирование. Значит, где он у меня? Sort test 2. И что я вижу? Вау! Summary fail. Вот он мне по тест-кейсам расписывает, что fail. Все fail. Ну, потому что какой смысл мне писать, что на нескольких простых случаях прошло? Мне нужно этот тест-кейс просуммировать всю информацию про разные простые ситуации. Вот. В результате я получаю отчет о тестировании. Примитивный, простой, но тем не менее это отчет о тестировании. Значит, давайте двинемся слегка дальше. Вот я прогнал вот эту вот тему. Значит, я сейчас даже не буду запускать это дело на работающем экземпляре. Вы запустите, потом посмотрите на работающем экземпляре. Давайте посмотрим на библиотеку. Значит, есть библиотека Unit Test. Стандартная библиотека, входит в стандартную библиотеку Питона, предназначенная для модульного тестирования, для его организации. Она реально очень удобна, но, конечно, она более монструозная, чем док-тест. Док-тест он делает just-in-place и не мешает вообще никак, а Unit Test он предназначен для серьезного более, там, где требуется подготовка к тестированию. Вот. Ну и, собственно, я это все рассказывал, что такое тест-кейс. Значит, тест-кейс создается внутри класса. То есть для того, чтобы сделать модульное тестирование, надо создать некий класс, который будет потомком Unit Test тест-кейса. И в нем делаются функции, которые должны начинаться со слова test-подчеркивание. Вот такие функции, которые начинаются со слова test, а подчеркивание не уверен. Ну, короче, если вы делаете snake-кейс, то есть подчеркивание, конечно. Вот. Ну и, собственно, можно пользоваться разными встроенными методами, которые унаследованы от тест-кейса. Assert equal, например. Ну и, соответственно, вот там, давайте, пример того же самого тестирования, но оформленного через модульное тестирование. Да, я уже не буду сейчас копипастить и показывать вам в коде. Давайте сюда глянем, да. Что у меня есть? Тра-та-там, тра-та-там. Значит, есть некая функция, которая проверяет, что у меня здесь проверка идет, что, в принципе, элементы идут в правильном порядке, что не убывающий порядок. Ну, и чтобы ее можно было легко запускать. И вот он класс, в котором у меня test simple cases. То есть вот та функция, которую вы видели, она здесь завернута в качестве метода класса. И больше, в принципе, почти ничего. Ну, кроме того, что я это дело оформил внутрь метода класса, да, и мне нужно что сделать? Запустить unit test main. В результате у меня будут запущены все методы вот эти вот, но я получу красивый отчет. То есть отчет, который там, мне не нужно заниматься вот этим вот, принт писать, понимаете? Мне не нужно писать принт это, принт то, ведь самый вот свой результат там протаскивать. Есть куча разных удобных asserts, asserts, которые проверяются, соответственно, я верю в то, что там A должно быть больше B в этот момент. Отчет о том, что это правда или это неправда, будет красиво оформлен и выведен. Можно выделять под случай саб-тесты. Это очень удобно. Я сейчас не буду углубляться, я так вот мельком пробегаюсь по PDF-очке, чтобы вы ее увидели, да. Посмотрите на отчет. Порадуйтесь. Содержание ошибки из-за параметра кейс равно бис. Ну, короче, есть способ сообщать об ошибках дополнительно, да. Посмотрите, как выглядит отчет. Fail test cases simple. Оно пишет, в каком конкретно кейсе это случилось. Да. False is not. Да, вот в какой конкретно строке что случилось. Да, false isn't true. Так, test simple cases. При таком-то случае. И каждый кейс, в котором случился fail, вы явным образом просто увидите. Короче, я сейчас пропускаю все дальнейшие детали. Желающий да найдет. Вот я ссылочку еще, вот я тоже открою, покажу. Да, вот в Википедии есть про разработку через тестирование. Можно почитать вот здесь вот мое последовательное описание, как происходит разработка через тестирование, какие шаги в ней происходят. Я про это делаю. Сейчас не успеваю проговорить. И не надо, наверное. Потому что вы вряд ли будете работать по вот этой методологии в этот раз. Но глобально знать про нее стоит. А сейчас те, кто занимается тестированием в ваших проектах, ваша задача вычленить хотя бы одну долбанную функцию, а лучше хотя бы один класс. И протестировать его методы модульными тестами. Ладно, если вы не зашарите юнит-тест, делайте док-тестом. Но если вы вдруг зашарите, сделать это через юнит-тест, будет круто. Это реально будет то, что вам пригодится. Я же для чего сочиняю учебную программу? Понимаете? Не для того, чтобы вот с вас что-то там выпендриться и заставить это самое. Это вещи важные. Надо уметь делать модульное тестирование для каких-то критических частей вашей программы. Не надо тестировать 100% вашего кода, проверять, насколько покрытие тестами. Слушайте. Keep it simple, stupid. Но тем не менее, be solid. Будьте солидными. Старайтесь работать просто. Но надо уметь это делать. Пожалуйста, позаботьтесь о хорошем тестировании ваших программ. Если у вас до сих пор нет тестировщика, значит, ну тогда делайте модульные тесты друг для друга. Или делайте вначале модульные тесты, потом пишите функциональность. Понятно? Ладно, до вам успешной сдачи. До встречи в следующем семестре. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.